Дизайнер газеты «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» Дарья Артамунова. Дарья, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Дарья жила в предместьях Лондона. Жила, как это звучит. Бывала. Гостила. Сколько по времени? Две недели мы там побывали. Можно за две недели что-то увидеть? Можно увидеть, тем более, что я была... Ну вот я считаю, что это не просто туристическая какая-то поездка по путевке, потому что я была у своей подруги в гостях. То есть это... Это всегда лучше, да, когда есть кто-то из местных жителей. С аборигенами всегда интереснее, потому что это некое погружение. Все равно ты чувствуешь, как люди живут, как они ходят на работу, что они делают. Она прямо англичанка? Англичанка, нет? Нет, она не англичанка. Она в 2005 году уехала из Новосибирска. Там как-то постепенно устроилась. Первые годы, конечно, было все непросто. А сейчас уже у нее там хорошая работа. Они с подругой снимают квартиру тоже такую приличную. Ну и какой-то уже устроенный быт, устроенная жизнь. Ну то есть они уже почти англичанки. В каком городе? В Норридже. То есть вы там гостили? Да, в основном мы там были. Давайте про него и начнем. Это Восточная Англия, да? Может быть даже Северо-Восточная, да, не меньше? Главное, что это Англия. Норридж, причем очень многие английские названия, они как-то переводятся на русский по-другому, потому что они говорят Норридж, и он пишется как Норридж, Норридж. Я даже вначале думала, это два разных города. Небольшой городок, мне кажется, 1300 жителей, такой совсем небольшой. Очень такой типикал ингридж, что называется. Он не туристический совсем. Очевидно, да. То есть если туда и завозят какие-то группы, то, наверное, совсем чуть-чуть. То есть оголтелых туристов, бродящих по улицам. Там хоть какие-то достопримечательности есть, хоть что-то интересное. Ну, во-первых, у него какая-то история очень хорошая. Он в средние века был такой сильно развитый, там были какие-то, значит, в общем... Крепости, наверное. Крепости, да. Большая крепость сейчас, она музей там на горе стоит. Вот, я там была, точно. Вот, вот в это... А, это вот куда длинная-длинная-длинная очередь? Нет? Там очереди везде, где есть туристы. Ну, нет, мне кажется, длинной очереди нет. Но мы вообще хитро попали в эту крепость. Там сейчас большой музей. И, ну, это вот лайфхаки, которые знают местные. Да, да. То есть, значит, так стоит входной билет 12 фунтов, а если за час до окончания работы приходишь, стоит 2 фунта. О, здорово. Мы... За час можно успеть там все смотреть? То есть, он, это не Лувр, то есть, он нормальный. За час как раз все пробежал, все посмотрел, все нормально. Сэкономил 20 фунтов. А что там в музее-то? Там, значит, большая экспозиция средневековая. Ну, вот эти всякие рыцари в латах, там, значит, флаги. История города, наверное, да? История города, естественно. Да, это там 11-12 век, ну, такой вот, такая посередине большая экспозиция, как кукольный домик, в котором маленькие человечки, ну, вот прямо там зал, трапезы, да, там нижний этаж, кто-то что-то как-то готовит. Ну, очень интересно рассматривать все в деталях. И от центрального зала, ну, центральный зал, такая историческая экспозиция, там еще есть такие галереи, художественная галерея, типа Кровейческого музея там с животными. Небольшая выставка, ну, как небольшая, очень интересная выставка чайников, вообще чайники всех видов, всех форм, расцветок с четырьмя носиками, в виде, там, кошечек, собачек, голубей, там, ну, всего, что угодно. Очень забавно. Ну, музей такой интересный. Ага, еще что-то есть в Норридже? Еще Норридж, ну, я не знаю, отмечается как город, где очень много, ну, не церквей, а костелов, то есть, около 30 костелов. И вот этот центральный, очень красивый, такой, готический, с высоким пиком, кафедрал, то есть... Соборы, да, так называемые? Соборы, соборы, да. И очень много маленьких, и они все такие вечером подсвеченные, очень аккуратненькие, причем там религиозность какая-то такая, ну, я бы назвала полутусовочная, то есть, мы приходим в центральный костел, там не служба идет, а что-то какой-то фуршет, не фуршет, то есть, люди что-то там смеются, выпивают вино, там, ну, то есть, у них музыкальные какие-то вечера в этих же костелах, то есть, это клубы какие-то вот больше, но при этом они очень красивые, старинные, такие ухоженные. Везде, мне кажется, сочетание вот этого вот прошлого, тысячелетнего там практически, и какой-то современности, да, то есть, не гнушается абсолютно Англия, вот в этом смысле она очень эклектичная, но это гармонично в ней сочетается. И все, наверное, так спокойно, размеренно, да? Да, и все очень спокойно, вот она какая-то уютная, спокойная, тихая, добрая, принимающая. Вы были там зимой? Мы были зимой, да, мы поехали прямо на Новый год, 30-го. Сколько там температура? Как там зимой? Сначала мы приехали, вообще было плюс 14, но при этом я постоянно зябла, то есть, вот эта вот сырость, да, и, ну, без шапок, конечно, все ходят, но я вот в пуховике таком, в своем каком-то и проходила. При этом мы встречали людей, бегунов утром, которые в трусах и в байках, нормально себя чувствуют. Ну, плюс квартира хладновато, то есть, они вот, у них это тоже традиционно привычно, у них центрального отопления нет, да? Не набрала я, не набрала, я сейчас об этом как раз говорила, да, что они все закаленные и экономят на отопление. Да, и они по часам выставляют, то есть, они выставляют себе, чтобы включалось отопление там за час до того, как они утром встали и за час, как они с работы приходят, и, ну, все остальное время так... Нашему человеку там не выжить, да? Парахулать. Ну, у них такие хорошие пуховое одеяло, ты так закутаешься и нормально, все хорошо. Ну, я так понимаю, что вы же побывали еще и в Лондоне, да? В Лондон мы съездили на три дня. А об этом чуть подробнее после рекламы. Друзья, присоединяйтесь, мы тут по Англии, так сказать, катаемся вместе с Дарьей Артамоновой, вот и доброе утро. Только что с Норриджа вот приехали, сейчас в Лондон собираемся. Сейчас в Лондон, да. Так вот, что такого можно увидеть в Лондоне, чего мы по телевизору, скажем, не увидим. Мы понимаем, что там есть Big Ben Tower, там, да, это как крепость, это тюремная бывшая... Это все, как все знают, дети, они учат тексты на уроках английского языка, the capital of the Britain, это все мы знаем. А вот такого, чего мы можем не знать? Вот это вот ощущение знания Лондона, оно очень острое, то есть ты реально туда попадаешь, и вот все эти тексты английские, ты их видишь. Более того, мы же смотрим английские фильмы, английские книги, все, оно все свое, оно все там рядом. Ты тут был уже не раз. Был, не раз. Вот он Сити, вот он там Big Ben. И русская речь, нет? Русская речь, ну, два раза мы встречали русских, нет такого. Мне кажется, итальянцы, если где-то встретятся в другом городе, они о-о-о, как родственники начинают общаться. Русские как-то так. Ну, он русская речь, ладно, пошли. Такого своячества как-то там не возникает. Ну, может быть, со временем. Значит, самое любимое у нас было развлечение за эти три дня в Лондоне, это двухэтажный автобус. О, да. Мы сразу забегали, а, ну, девочки... На второй этаж. Да, обязательно. На второй этаж, на первое сидение. Крытые или открытые? Открытые. Нет, закрытые, закрытые. Зима же. А, зима, точно. Они не ездят открытые, там зима, да, наверное? Нет, мне кажется, какие-то туристические я видел, но мы не попадали. И вот так вот, и ты все сверху, все видно. Причем, кажется, что они должны быть такие неповоротливые, но они так аккуратно водят, и вот тут под колеса какие-то велосипедисты норовят попасть. Машинки все такие маленькие, но при этом так вот как-то мило, аккуратно. Улочки узкие, у них все получается. В общем, вот двухэтажный автобус мы сильно любили, потому что еще тоже вот очередной лайфхак. Лайфхак, ага. Да, лайфхак, ага. Девочки нас снабдили остерами, это типа произведение, из разных билетов, на них, ну, кладешь денежку. В общем, одна поездка стоит рубль 50, ну, фунт 50, точнее. Но после трех поездок все становится бесплатно. То есть, и вот в какой-то день мы три поездки проехали, и поняли, что теперь мы можем даже на одну остановку садиться на автобус, это все уже обнуляется. Ну, то есть какой-то вот ежедневный максимум, хорошая такая штучка. Интересная система. Да, и, ну, уже можно не ходить пешком. Но вот ощущение пешком, ощущение расстояния, кажется, по карте так все далеко. Чик-чик дошел, то есть тут вот все рядышком, все близко. Звезд не встречали, нет? Вот у меня просто знакомые ездили, говорят, в магазине Робби Уильямса увидели. Вот просто так покупал продукты, никто к нему не подходил. Знаете, моя дочь кого-то видела. Где-то причем... Его же? Типа в Старбаксе. Я просто не знаю, я далека от молодежных звезд, поэтому она назвала. Бибера поезда, помню. В общем, кого-то видела. Ну, говорят, в Лондоне это прям реально, да. Ну, может быть... Слушали, кушали. Про еду очень интересно. А я хотела про Лондон Ай рассказать. Расскажите. Так, 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 так. Это такая грандиозная штука. Ну, все видели его на картинках, что это многотонная какая-то, и многометровая конструкция. И очень интересно на нем ехать. Тоже становишься в очередь, кажется, о, будешь сейчас два часа стоять. Как-то там все шустро-быстро все это растекается. И весь Лондон как на ладони. Вот ты так медленно прокатываешься в этой кабинке, в капсуле. То есть что-то такое инопланетное в этом есть. И в то же время ты видишь все земное из этого инопланетного состояния. Очень приятное ощущение, очень такое интересное. Так, про еду. Значит, в Лондоне. Что-то традиционное вы там успели понять про еду. Чай. Учитывая, что жили-то вы у изначально русских людей, да? Да, да. Ну, вот мы очень мало ходили по ресторанам, то есть больше питались дома. Ну, кофе, понятно, то есть кофейни там. Чай. Все ходили. Чай как-то. Как же Англия и чай, это же два практически синонима, нет? Ну, не заметили такого. Как-то чай прошел мимо нас. Ну, больше по кофейням, наверное, потому что шарились. Ну, девочки в Норидже кормили нас просто замечательно. Они какие-то покупали нам чудесные сыры. При этом сопровождался. У вас же сейчас Российского нет? Моего любимого камамбера мы там наелись тоже. Хорошие вина, какое-то вкусное мясо, какой-то свиной бочок они нам готовили прямо по особому рецепту. Какую-то рыбу волшебную тоже. Ну, то есть по еде мы там, конечно, баловались. Овощи делают. Причем очень много овощей, которых у нас нет. Я вот запомнила брюкву, но были еще какие-то названия. Там цикорий, например. Вы знаете, что цикорий – это овощ, который вот в итоге похож на, я не знаю, что-то между репкой и капустой. То есть какая-то такая слоистая немножко репка. Его тоже вот готовят и едят. Но очень трудно воспринимаются новые вкусы. Ну, понятно. Как-то так вот. Вроде интересно попробовать, и в то же время лучше что-то привычное свое, родное. Нашние клубы. Нет, ну просто я знаю, что Лондон славится. У них там Министре оф саунд. Это один из лучших клубов вообще в мире считается. Как, вы потусили? Нет. Как-то в ночных клубах. У каждого свои интересы, Саша. Мы погуляли вечером. Причем вот ощущение, что достаточно спокойно. То есть, хотя встречаются иногда бомжи, которые так укрыты разноцветными какими-то покрывальчиками, аккуратненько так. Приличные такие люди. Ну, какие-то такие аккуратные. Не то, чтобы приличные. Без агрессии какой-то, без ажиотажа там вокруг. Без ажиотлера, да. Вообще, до какого времени принято у них там гулять в барах? Есть какой-то регламент? Да, я не знаю. Мне кажется, до утра. Просто мы не были в таких совсем ночных местах. Нет, я думаю, что вот моя дочь, она потом еще один раз съездила к своей подружке, которая там учится. Тоже наша новосибирская подружка учится сейчас в Лондоне. Они там как-то уже свою молодежную жизнь немножечко почувствовали. А я просто устаю там, целый день ходили, гуляли. И вечером вообще лучше. Про тусы в Лондоне мы сделаем отдельную. Да, это будет вторая серия. Спасибо, Дарья, но это еще не все. Дарья, просим вас рассказать нам какую-то историю забавную из жизни. Ну, давайте расскажем сегодня Англия. История будет тоже из жизни в Англии. Давайте. Значит, английский уже очень, очень, не очень. Это 30-летняя давность. Школа, да? Средняя школа. Читинский, старорусский, английский я этому называю. Поэтому там и с произношением, и с лексикой уже совсем нехорошо. В какой-то вечер, значит, наши гостеприимные хозяева, хозяюшки захотели, чтобы мы им постряпали профитроли. Ну, значит, мы там вроде затеялись. Оказалось, что нет молока и яиц. И почему-то вот, ну, оказалось, что я должна идти в магазин. Одна. Я собралась, пошла в магазин, пришла, молоко нашла быстро. Яйца один круг сделал по магазину. Нету. Второй круг сделал. Нету. Не может не быть. Просто неоднозначно там есть. Я, значит, на третьем круге так вспоминаю экзи, что там, как это, как сформулировать. Увидела женщину с добрым лицом, захожу к ней, говорю, I look for экзи. И тут вот я смотрю на нее и вижу, за ней стоят эти яйца. Я такая, о, thank you, до свидания. Я вопрос уже задала, но мне не нужен ответ. Я ее увидела. И она такая разворачивается. You found it. Я такая довольная, мы вступили в коммуникацию. Да, поняли друг друга. Все друг друга поняли, яйца нашлись. О, шо, замечательно. Дизайнер газеты ведомости законодательного собрания Новосибирск области Дарья Атамонова была у нас в гостях. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Спасибо.